Да бегу я уже, бегу, мам! Передай папе, что уже поднимаюсь. Только пускай не обижается. Лифт застрял. Ну надо же. Алло! Алло! Мам! Мама! Девушка, да не нервничайте вы так. Откуда вы здесь взялись? Я сейчас закричу! Так, успокойтесь. Я все время здесь стоял. Вы просто не заметили, пока по телефону разговаривали. Я тоже не люблю замкнутые пространства. Так, ничего, мы сейчас вызовем лифтеров, и все будет хорошо. А может, это вообще знак, что вам просто не нужно туда, куда вы так торопитесь? Ну да, конечно, не нужно. Очень даже нужно. У меня отец прилетел, он много лет дома не был. Как назло. Эй, кто-нибудь! Да не кричите вы, я же с вами. Так. Ну вот, видите, поехали. Меня, кстати, Гриша зовут. А вас? А меня Настя. Спасибо за помощь. Прошло несколько дней. Настя не могла забыть свое знакомство в лифте. Она неожиданно для себя поняла, что влюбилась в таинственного Гришу и решила во что бы то ни стало разыскать молодого человека. Настя надеялась, что баба Нина ей в этом поможет. Здравствуйте. Бери табурет, садись. Держи, рассказывай. Влюбилась в парня с первого взгляда. В лифте вместе застряли. А он взял и исчез. А зовут как парня? Гриша. Он... Он такой, не знаю, из головы не выходит. Хотя у меня парень есть, Андрей. Мы с ним вместе уже полгода. А Гриша мне каждую ночь снится. Я так в жизни не влюблялась. Гриша этот тебе очень нужен. Вот-вот, бабушка, очень нужен. Кто он, пока сказать не могу. Но вот если хочешь его снова увидеть, найди дома шкатулку. Там мать твоя бумаги хранит. Там фотографию найдешь. Как найдешь, поставь на видном месте. А при чем здесь Гриша? Вот он и появится. Спасибо, бабушка. Настя решила сделать все в точности, как сказала бабушка. Очень скоро шкатулка нашлась. На дне была обычная университетская фотография. На ней были изображены Настины родители. И еще какие-то люди, случайно попавшие в кадр. Настя вспомнила это фото. Совсем недавно она оцифровала весь семейный альбом. Теперь все старые фото хранились в ее компьютере. На следующий день Настя возвращалась из университета и во дворе встретила Гришу. Она едва могла скрыть свою радость. Привет. Привет. Ты в прошлый раз как-то так загадочно исчез. Я даже спасибо не сказала. Может, прогуляемся? Почему бы нет? С Гришей Настей было на удивление хорошо. Она понимала, что влюбляется в него все сильнее. Я не правда не видела. С Андреем Настя встречалась уже полгода. Но она понимала, что влюблена в Гришу. Ну, что случилось? Нам надо расстаться. Я тебя больше не люблю. О, как! Кто он? Пусти. Какая разница? Все уже случилось. Ты с ним спала? Да при чем здесь все-то? Ни с кем я не спала. Пусти, мне больно. Прости, пожалуйста. Я, наверное, пойду. Не провожай. В то утро на глаза Насти попалась та самая фотография, о которой говорила бабушка Нина. Настя до сих пор не понимала, что такого особенного было в этом старом снимке. Настя хотела узнать о фото у родителей, но понимала, что сейчас, когда отец наконец дома, совсем не время для расспросов о прошлом. За 13 лет Насте с матерью видели отца буквально считанные дни. Он работал на буровых платформах по всей стране и приезжал к семье всего на несколько дней в году. Вечером того же дня, когда Настя вернулась с занятий, она застала дома жуткую ссору родителей. Влюбленную изображала. А тебе просто нужно было за лед свой прикрыть, замуж пристроиться. А тут я идиот такой. Колечка, ну я тебя очень и очень люблю. Ну поверь мне, ну я даже не знаю, откуда эта фотография появилась. Нет! Всю жизнь хранила. Вот, настоящая любовь. Колечка, ну ты что, из-за этого клочка бумаги? Я тебя столько лет ждала. Конечно! Да вот только вот этот бы появился, тут же к нему бы убежал, а то только бросил он тебя. Бросил! Я тебя очень прошу, Коля, ну не уходи, ну не уходи! Здравствуй, дочка! Пап! Мам, что происходит? Откуда она взялась? Только все наладилось. Мама, что случилось? Ты не видишь, что случилось! Ты не видишь! А фотография тут при чем? Это я ее нашла. Где ты ее, дура, нашла? Только отец вернулся. Ты все испортила. Что ты наделала? Ну... Утром Настя решила поехать к бабе Нине. Родители разругались именно из-за той фотографии, которую бабушка велела поставить на видное место. Что такого было в этом старом снимке? Этот вопрос мучил Настю всю дорогу. Вы меня просили фотографию отыскать. Я отыскала. Гриша-то нашелся, спасибо большое. Но вот... Родители... Рассорились ужасно. Отец фотографию в клочья порвал. Да маме в лицо бросил. На, подержи полынь. Теперь мне дай. Отец твой от беды тебя спасает. Все это к лучшему. От какой беды? У них у самих с мамой что-то случилось. Беда тебе грозит от мужчины. Страшные. Мужчина этот в тебя безумно влюблен. Мужчина. А фотография? Фотографию склей и мне привези. Она поможет. А мужчина ни перед чем не остановится. Может погубить тебя. Будь осторожна. Отца от себя не гони. Он тебя защитит. После визита к бабушке Настя подумала, что Андрей это и есть тот мужчина, который влюблен и опасен. Все-таки она очень сильно его обидела. Настя решила поговорить с Андреем, извиниться, но он не отвечал на ее звонки. Тогда Настя поехала к нему домой. Андрей. Андрей, нам надо поговорить. О чем? Ну, прости меня, пожалуйста. Я не хотела тебя обидеть. Просто все как-то навалилось сразу. Да я не слишком-то и обижен. Андрюш, ну не злись, пожалуйста. Я все по-хорошему хотела объяснить. Но, понимаешь, я просто запуталась. Ну, распутывайся. Я подожду. Спустя несколько дней родители Насти помирились. Жизнь семьи вошла в привычное русло. Отец проводил много времени дома. В тот день мать Насти позвонила и предупредила, что задержится на работе. Фотографии обрабатываю. Хотела семейный альбом сделать. Ну, к твоему возвращению. Я люблю тебя. Я тебя тоже люблю, папочка. Я тебя очень люблю. Я тебя как только увидел, так... Я же всю жизнь тебя только урывками видел. А теперь какая ты стала. Просто чудо. Прямо как твоя мать двадцать лет назад. Папа. Только не любила она меня никогда. Пап, ты чего? Я тебе не папа. Послушай, послушай, я как только эту дурацкую фотографию увидел, я сразу решил тебе все рассказать. Я даже вещи собрал. Уйти хотел, даже ушел. Но нет. Твоя мамаша меня остановила и вернула. Жить она без меня, видите ли, не может. Как не папа? А мама знает? Мама-то твоя лучше всех знает. Гриша, Гриша, помоги. Гриша, помоги. Гриша, помоги. Ничего нехорошо. Ты даже не представляешь. Как ты здесь оказался? Я шел к тебе, потом услышал крики. Как же ты вовремя. Я больше никогда не дам тебя в обиду. Никогда. Надо все рассказать маме. Он меня чуть не изнасиловал. Все, все, все. О, Настюш, хорошо, что ты пришла. Переодевайся. Готовлю семейный ужин, скоро папа придет. Он мне не папа. Я все знаю. Хватит мне врать. Узнал, значит. Жаль, что так. Понимаешь, я люблю Колю. Я 13 лет словно не жила. А сейчас жить могу, дышать, любить. Но ты понимаешь меня, дочка. Расскажи мне правду. Это была моя тайна. Папа твой меня бросил. Я забеременела. Он обещал жениться, а потом пропал. А Коля стал за мной ухаживать. А я беременная. Токсикоз по утрам тошнит. Да и время было такое тяжелое. Я бы одна с тобой не справилась. Вот и подумала, почему бы нет. Коля отличный парень. Мама, ты что? А что? А что? Что я должна была делать? Вот ты выскочила быстренько замуж. Потом ты родилась. Ну, якобы недоношенная. Только потом я поняла, как сильно я люблю Колю. Получается, он не знал? Не знал, что я не его дочь? Да, оказывается, знал, знал. Ты представляешь, он взял меня с чужим ребенком и за всю жизнь ни разу слова не сказал. Я его за это еще больше полюбила. А здесь эта фотография. Я склеила ее. Да что не так с этой фотографией? Вот это твой биологический отец. Это последний день, когда я его видела перед тем, как он пропал. Вот что мужики не делают, чтобы не жениться? Совсем ничего не видно. А другие фотографии есть? Сглянуть бы, хоть бы одним глазком. Коля пришел. Спрячь. Я тебе потом покажу. Спрячь. В тот вечер Настя не смогла рассказать матери о том, что к ней приставал Николай. К ужину у Насти не вышла, сославшись на плохое самочувствие. А наутро, прогуляв все занятия в институте, отправилась к бабушке. Нашла я бабушка. Мужчину, который меня любит. Вот вы говорили, отец меня защитит. А ведь именно отец, так называемый, меня чуть не изнасиловал. Так не отец он тебе. Я про настоящего отца тебе говорила. Как? Вы знали? А что же с моим настоящим отцом? Его можно найти? Мама говорит, уже лет девятнадцать, ни слуху, ни духу. Разбей яйцо. Он умер давным-давно. Да. А как? Это ты отчима своего спроси, он знает как. Я ведь даже не знала, как он выглядит. Вот. Только эта фотография и сохранилась. Да и то ничего не разглядеть. А что это ты с фотографией делала? Вижу вспышки какие-то. Оцифровывала, бабушка. Весь альбом. Хотела в компьютере создать отдельную папку. Что это? Я ничего не пойму. Оцифровывала? Бабушка, это когда фотографии специальным аппаратом копируют, чтобы их можно было на компьютере смотреть. Зря ты это сделала. Нельзя было фотографии оцифровывать. Большой бедой это может обернуться. Тем более, если на фото есть умершие люди. А что же мне теперь делать, бабушка? Мне страшно домой приходить. Я как подумаю, что мама дома не будет. А она скоро в командировку улетает. В покое Николай тебя не оставит. Но если мать узнает правду, то никогда в жизни счастлива не будет. Прошла неделя. Гриша не появлялся. Зато Андрей проявил терпение, и Настя решила с ним помириться, рассказав попутно о событиях последних дней. Отчим пообещал Насте, что ничего подобного не повторится, и все будет как прежде. Он извинился и объяснил, что в тот вечер был пьян и не понимал, что делал. Просто каждый раз, когда ты идешь к себе домой, я психую за твоего батя. Андрей, ну не волнуйся ты так, ну с кем не бывает. Выпил человек, подумаешь. К тому же он мне не отец, как оказалось. Слушай, надо это рассказать маме. Андрей, я уже жалею, что тебе все сказала. Как ты не понимаешь, мама его любит. Даже если я просто заикнусь о том, что чуть не случилось, это разобьет ей сердце. А еще она может мне не поверить. В любом случае все будет плохо. Слушай, ну, я просто переживаю. Очень за тебя беспокоюсь. Прошло несколько недель. Николай вел себя достойно и Настя успокоилась. Она стала оставаться дома вместе с отчимом даже в то время, когда матери не было дома. Давай уже, ну, ну, не ломайся, ну. Опять? Ты же обещал! Я просто увидел, как ты с этим щенком лизалась. Я-то думал, ты невинная девочка, а ты просто маленькая дрянь. Отпусти меня, урод, я все маме расскажу. Да я же люблю тебя, как никого никогда не любил. Да я домой вернулся, чтобы к тебе ближе быть, а ты по дворам с мужиками тискаешься. Это мой парень! Ну и что? Я и с ним разберусь, как с твоим папашей! Ну вот. ну вот и молодец. Хорошая девочка. Гриша! Гриша, помоги! Андрюша, прости, что я тебе сразу не поверила. на Настенька. Ничего, уже все хорошо. Он что-то сделал с папой. Он убил его. Он сам только что признался. Да не убивал я его лично. его просто избили в лесу и зарыли. Так значит, он меня не предал. Он меня не бросил. Ты же мне его слова передавал, как ты мог, мерзавец, как ты мог. Любил я тебя сильно. А любовь, знаешь ли, зла. я больше не хочу тебя никогда видеть. Убирайся из моей жизни, жизни моей дочери. Убирайся вон, вон отсюда, вон! Где же Гриша? Какой Гриша? Ну он же только что здесь был. Гриша! В этот момент Настя поняла, что кроме нее Гриша никто не видел. Ведь Гриша не существовало. Это был призрак. Настя попросила мать показать, как выглядел ее настоящий отец. Мам, ну ты обещала. Гриша. Вот он. Гриша. 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 Гриша вспомнила слова бабушки о том, что отец всегда будет рядом, защищая свою дочь. Вскоре Настя с Андреем поженились. Мать Насти Светлана осталась одна. Бабушка говорит, что лучше не оцифровывать фотографии с умершими людьми. Это может навлечь беду на всю семью. Если очень нужно оцифровать старые снимки, следует обязательно проговорить перед этим слова. Все плохое, что было на бумаге, там и оставайся.